Еще одно сельхозпредприятие переживает не лучшие времена. Работникам Горинской птицефабрики уже второй месяц не выплачивают зарплату. Сотрудники одного из цехов, всего их на предприятии более 30, устроили забастовку с требованием задолженность погасить. Руководство предприятия случившееся считает саботажем. Это очень дестабилизирующий фактор, потому что на вчерашний день данная, как мы ее называем, сидячая забастовка, она привела к непоставке нашим контрагентам. Будем разбираться, наверное, где-то к понедельнику будут данные, повлияло ли это на падеж дополнительный. То есть предприятию на самом деле нащущен ущерб. Павел Борисович рассказывает, фабрика работает слаженно, поголовье стадо занимает 1 миллион 300 тысяч. Руководство постоянно модернизирует предприятие. 93% рынка Ивановской птицы произведено здесь. Да, ситуация с задержкой присутствует, вызвана на объективными причинами. Это нехватка оборотных средств. И есть, так сказать, сложная ситуация, которая сложилась во втором полугодии. Факторов много. Общая ситуация на птицеводческом рынке, повышение стоимости кормов, падение цен на мясо птицу. Рынок перенасыщен. До января 2013 года отрасль находилась в росте. Сейчас упадок. Местные прилавки захватывают производители из других регионов. Ивановский бролер переживает не лучшие времена, но это временно, утверждает руководство. Как главный инженер могу сказать, что на данный момент на нашем предприятии все службы инженерные находятся в работоспособном, исправном состоянии. То есть мы обеспечиваем жизнедеятельность данного предприятия. Вы даже можете посмотреть, вот здесь у нас территорию, посмотреть, как у нас, в общем-то, в принципе, как народ себя ведет. Нервности такой какой бы определенной нету. Ни о каком кризисе или банкротстве говорить не приходится. Павел Кудряшов утверждает, если работники не будут устраивать забастовок и наносить ущерб предприятию, задолженность быстрее погасит. Этому будет способствовать и прокурорская проверка на предприятии. Регулярно проводятся мероприятия, связанные с направлением судебных приказов о выдаче задолженности по заработной плате. При накоплении задолженности и превышении сроков ее выплаты более чем на два месяца, в дальнейшем будет решаться вопрос об уголовном преследовании руководства предприятия. На сегодняшний день долг перед сотрудниками за два месяца составляет 19 миллионов 179 тысяч рублей.